Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня пришлось мне еще раз снимать видео с подробностями про отправки заказов, потому что невозможно 100-150 сообщений в день приходится открывать, отвечать. Мне некогда отправлять вам письма, честное слово. Вот сегодня опять 92 сообщения. Вот 32, видите, 32 непрочитанных, это еще 32 сообщения, мне нужно прочитать просто так, без всяких, без заявок, безо всего пишут. Можно уточнить, мой номер такой-то, оплачено 8 августа, отправлен ли? А отправки еще не было. Ну, дорогие мои, я не знаю, как вам объяснять, как до вас занести, донести. Ну, не пишите вы такие сообщения. Я пишу, что все коды отправленных заказов я рассылаю. Ну, вы представьте, 100-150 заявок, ну, вот таких сообщений, если я открою, все это считайте, что несколько писем сегодня я уже не сделаю. Оплачено 8 августа, неделю назад. Зачем вы спрашиваете, была или нет отправка? Если у вас номер 1700 какой-то, это ясно, что ее нет и еще не было, не может быть. Встали на очередь всего месяц назад. Как объяснить, я не знаю, в каждом, вот после отправки писем, в каждом пишу, что не пишите мне, не спрашивайте, отправлено или не отправлено, все идет своим чередом, все по очереди. Вот у меня тетрадь. Вот я пошла по списку, иду по списку. Если есть возможность отослать заказ, все, красным помечаю, вычуркиваю, отослала. Если нет возможности, вот даже первые заказы некоторые лежат, потому что ждут перца. Я вот помечаю желтым, это значит, что письмо собрано, конверт подписан, все вложено, ждем перца. Более 100 заказов вот сидят и ждут поздних сортов томатов или перца. У меня все вот так, вот так по порядку. И если вы отправляли свою заявку 8 августа, вы никак не можете получить раньше вот этих людей. Вот. Вы понимаете, что перед вами люди, 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 люди. Какие-то уже отправлены. До каких-то я еще вообще не дошла. Ну как, я не знаю, как еще объяснить. Не пишите, пожалуйста, вопросы, отправлен ли мой заказ. Не буду даже отвечать. Ну некогда. Вы сами тормозите свою работу. Ну не свою, а мою. Я уже не знаю, я на эмоциях. Но вот каждый день 150-140 сообщений. Посчитайте, пожалуйста, мой заказ. И вот такой список на 150 в одну строчку наименований. Перед тем, как задать вопрос, ну зайдите, пожалуйста, на страницу. Там все материалы, там подробная статья. Как заказать, как посчитать. Все это вы должны делать сами. Я же не знаю, заказное вы будете там, простое, как вы захотите. Все считаете сами. Готовый. Оплату, список и адрес. Все. Вы подумайте, что вас очень много. Я если буду каждому считать несколько сот заявок, мне будет некогда делать семена. Мне будет некогда отправлять конверты. Даже подписать несколько сотен конвертов. Это и то очень большой, трудоемкий процесс. Сняла я из-за того, что сейчас хочу поговорить про заказы и про каталог. Отвалила к классе. Пожалуйста, выбирайте и делайте заявки только по каталогу. Каталог семян на 2017-2018 год. Без описания. Там, где есть отметки, есть в наличии или нет в наличии. Многие выбирают по фотографиям. Многие выбирают по какому-то фотоальбому с прошлого года. Пишут такие сорта, которых нынче не было и вообще не может быть. И еще. Выбираем только по этому каталогу. И смотрите обязательно, есть в наличии или нет. Я его корректирую. Если написано ультраскораспелый, будет чуть позже. Это значит, ваш заказ сейчас не... Ну как, я не буду высылать, потому что он будет позже. Все вот эти поздние сорта, которые сейчас дойдем до них. А вот. Батяня, написано, будет осенью. Бычье сердце тоже будет позже. Чудо, сада, гордость Сибири, тяжеловес Сибири. Все эти поздние сорта. Из-за них, если они есть в заявке у вас, вот здесь вот. Из-за них ваш заказ будет висеть долго. Месяц, может полтора, потому что это все поздние сорта. У кого есть в заявках вот такие поздние сорта, не удивляйтесь, что ваши заказы придут в самую-самую последнюю очередь. Потому что это крупноплодные, они пока вызреют, пока еще. Еще, вот среди этих поздних, такие как гордость Сибири, кенигсберг, золотые купола, сибирское яблоко, они были уже в таком нормальном состоянии, но их повредил град. И они, вместо того, чтобы созревать, начали плоды гнить. Так что, если кто-то их заказывает, вы потом не удивляйтесь, я, возможно, их вообще уберу с каталога. Потому что они, томаты портятся. Из таких поврежденных томатов я уже семена не беру. Ну, предполагалось, что эти семена будут, но не по моей вине эти семена ушли. Так же, как не будет джины, кто-то до сих пор ее выписывает, банан красный тоже не будет, до сих пор кто-то еще пишет. Так что вот эти вот кенигсберг, золотые купола, сибирское яблоко. Если вы хотите получить поскорее заказ, лучше их не включайте в список, потому что они под вопросом и, скорее всего, их не будет. А если будет, то очень в маленьком количестве. Все, вот я хотела сказать именно, что заказ делать только вот по этому каталогу нигде не надо. Ни по фотографиям, ни по фотоальбомам. Там вы можете просто посмотреть, как они выглядят. И еще, есть еще каталоги с подробным описанием сортов. По ним тоже не выбирайте, потому что там сорта описаны все, которые предполагались, что будут в продаже. Но вот этот вот более уже точный, скорректированный каталог, а там я ничего не меняю. Просто для информации, как выглядят эти помидоры, какие у них характеристики. Они там так и останутся. Там останется пусть и джина, и все эти крупные поздние сорта. Они, может быть, будут на будущий год. Вот выбираем и делаем заказы только из каталога семян на 2017-2018 год без описания, где пометки есть в наличии. Есть в наличии или будет позже. Все. Вот это основное, что я вам хотела сказать, потому что идут такие списки необычные, которых вообще у меня даже нет. Ну, как, нет в ассортименте. И, пожалуйста, я вас просто как, ну, от души молю и умоляю. Не надо сейчас писать просто как вот сообщение в форме беседы. А вот вы не садили когда-то такие, а вы не знаете, вот эти томаты какие хорошие, нехорошие, сладкие они или не сладкие. Я не знаю, понимаете вы или нет, но сейчас такая горячая пора. Я сейчас и делаю семена, выдавливаю. И пишу, подписываю конверты. И фасую, считаю семена, вот все их надо фасовать. И езжу на почту, стою в очереди по два часа. Все это деньги принимаю, вот идут сообщения. Надо все смс-ки переписать. Пожалуйста, никакой дискуссии сейчас я вести не буду. Извините, но мне некогда, потому что мне люди прислали деньги. Я считаю обязаны себя сначала отправить заказы оплаченные, а потом зимой будем беседовать. Все. Потому что я не знаю, как объяснить, что не надо ничего лишнего, кроме заказов. Вы все ждете заказы. Все волнуетесь. Вас как-то даже, как сказать, некоторых даже злит, что долго не приходит заказ. Но тут же вы начинаете писать посторонние какие-то сообщения, которые меня отвлекают. То посчитать вам заказ, то расскажите, как эти помидоры себя чувствуют, как эти. Все описания сортов, все на странице. Теперь вся информация на странице. Я работаю только с сообщениями по заказам. Все. Я не знаю, как объяснять. Надеюсь, после сегодняшней, вот такой, как сказать, моей речи пламенной, вы поймете. Желаю всем спокойно сидеть, ждать заказов. Не писать и не спрашивать, выслан он, не выслан. Особенно, если вы заплатили неделю назад. Люди ждут уже даже целый месяц некоторые. Беритесь терпения. Все заказы вам придут. Все в свое время. До свидания. Продолжение следует.